Вас приветствует компания OilTerm, производитель котельного оборудования на твердом и жидком топливе. Наш предыдущий ролик вызвал большой интерес у зрителей. В связи с этим к нам поступает много вопросов по поводу нашего проточного нагревателя. В этом видео мы расскажем о нем поподробнее. Наш проточный нагреватель устроен довольно просто. Внутри установлен патронный тен, а за ним фильтр-сетка. Засорение форсунки полностью исключено. Сетка подобрана таким образом, что загрязнения, которые больше, чем диаметр сопла форсунки, просто не проходят. А загрязнения, которые меньше, проходят и сгорают в факеле горелки. Нет необходимости фильтровать отработку, как например в двигателе автомобиля. Все мелкие частицы проходят сетку и сгорают в факеле. Кто бы вам что ни говорил, чистить проточный нагреватель нужно в 3-5 раз реже, чем горелки с открытыми бачками. И вот почему. В проточном нагревателе нет застойных зон и сильного перегрева топлива. Топливо получает ровно столько тепла, сколько это необходимо для качественного распыла топлива. Чистка проточного нагревателя производится прямо на месте в течение 3-5 минут. Не надо ничего сливать и снимать горелку с места. Проточный нагреватель производства компании Oilterm тратит на подогрев топлива в 7-10 раз меньше мощности, чем горелки с открытыми бачками. Некоторые недобросовестные производители горелок на каждом углу кричат о том, что только их оборудование самое лучшее. Но на самом деле у них используются технологии десятилетней давности. Нас радует тот факт, что они не собираются идти в ногу со временем, а если и пойдут, то это будет выглядеть как плагиат. Такие производители способны только копировать устаревшие технологии, огульно хаять других, при этом не приводя никаких фактов и доказательств, грубить им, нарушая все нормы этики, заманивать доверчивых покупателей низкой ценой. Знаете, вас бездоказательно пытаются ввести в заблуждение. Мы готовы ответить на все ваши вопросы, касающиеся работы горелок компании OilTerm. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты. Впереди много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok